ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кладбище в районе деревни Обухова жителям Солочногорска больше известно как Новая или Буровая. Место, где усопшие, нашли свое пристанище. С виду самое обыкновенное кладбище. Однако это не так. Схемы кладбища нет. Ограждения нет. Где заканчивается кладбище, я не могу опознать. На заборе висит какое-то объявление, подписано в какой-то администрации. Ни правила работы кладбища, утвержденные как будто с муниципалитетом, ни информации о высшестоящей организации, которая отвечает за данное кладбище, там нет. Подвоза воды я тоже не увидел. Туалет находится на территории вашей гранитной мастерской. Ознакомившись с документами, комиссия пришла к неутешительному выводу в отношении работы руководства кладбища. Вы осуществляете незаконную деятельность по выдаче разрешений на погребение, оформление паспортов захоронения, отведение книг и так далее. О том, что такую услугу, как выдача разрешений на захоронение, должно предоставлять должностное лицо районной администрации, директор кладбища либо не знал, либо забыл. Он, как выяснила комиссия, уже несколько лет выдавал такие разрешения сам. Почему, можно только догадываться. Но сейчас пообещал исправиться. Я уважаю ваш статус, я готов прислушаться к вашему мнению, я готов устранить ошибки, которые вы считаете нужным, и взаимодействовать с администрацией. Вот смотрите, ситуация следующая. Вы не взаимодействуете с администрацией, а по действующему закону. Вы о выдаче разрешения осуществлять не можете на погребении. Хорошо, пожалуйста, пусть осуществляет администрация. Все, как бы так сказать, это первое. Я готов выполнить все, что вы посоветовали. Второе, как бы так сказать, это кладбище не ваше частное кладбище, а кладбище муниципального района. Кладбище постоянно растет. Причем места под новые могилы зачищают, вырубая лес. Законно это или нет? Как заверил директор кладбища, массив вокруг погоста поражен караедом. И деревья рубят, чтобы обезопасить людей. Потому что деревья начали падать, и мне надо было принимать решение. Вот, смотрите, ситуация простая. А вот если бы я бездействовал, извините, меня бы уже посадили. Если бы кому-то разморжило голову одному или нескольку клиенту. Если бы бездействовали, как бы так сказать, вам бы ничего не было, к сожалению. Вы мне говорите, что я ничего не делаю. Нет, я вам не говорю, что я вам ничего не делаю. Я вам объясняю, что вы делаете то, что вам не положено. Есть администрация, чей это объект. Они собственники. Они должны заниматься этим вопросом. Не вы заниматься самоуправством от лица их, не имея доверенности, не имея никаких полномочий. А здесь покоятся бездомные и безвестные. Ничьи. Похоронены за счет районного бюджета. Скрытые от посторонних глаз холмики, разбросаны в глубине леса. Хоть о каком-то благоустройстве, речь тут не идет совсем. Ситуация, когда муниципалитет не знает, кого хоронит, куда хоронит, как хоронит. Никакого учета, по сути дела, со стороны муниципальных органов власти не ведется. Частник самостоятельно определяет, кому давать землю на кладбище, кому не давать. Это неправильно, и это будет прекращено. По окончании проверки были обобщены все выявленные проблемы и сделаны необходимые выводы. Нам были даны четкие указания и вектор, куда нам двигаться. В принципе, я считаю, что очень хорошо, что в начале работы мы зафиксировали все наши недочеты. И нам будет понятно, куда нам двигаться. Дмитрий Щетинин, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». С началом весеннего рыболовного сезона вступил в село Нерестовый запрет на рыбалку в Московской области. Каковы его сроки и что грозит нарушителям, выясняли наши корреспонденты. Нерест. Тяжелая пора для рыбаков любого возраста и социального статуса. В период с 10 апреля по 10 июня, согласно правилам рыболовства, на всех водоемах в Подмосковье, ловля рыбы возможна лишь на поплывочную удочку не более двух крючков на человека. В ней мест – нересты. Наверняка многие об этом знают или, по крайней мере, что-то слышали. Но мало кто знает о том, что теми же правилами рыбной ловли в Московской области определены места нерестивища на Синишском водохранилище. Ими является вся береговая линия вглубь водоема на 50 метров. А значит, любой, кто ловит рыбу с берега – административный правонарушитель. Для того, чтобы увидеть субъектов административного правонарушения, а по-русски браконьеров, мне даже не понадобится этот бинокль. Они здесь повсюду. Мы попытались выяснить, знают ли эти люди о том, что им грозит. Да и вообще о том, что они – браконьеры. Давно рыбачите вообще? С детства. Скажите, я сомневаюсь, что вы ради рыбы это делаете. Нет, это чисто отдых. Заплатили штраф и ушли. В смысле, вам штраф выписали? Нет, выпишут, сказали, если не уйдем. А, то есть вас выгоняют вообще? Да. Ну, с одной удочкой пришел, посидел там 2-3 часа. Ну, поймаешь-то там десяток, платвись там. Десяток... Ну, ничего страшного. В таком водоеме там даже... То есть не считаете это нарушением по большим счетам? А зря. На ловлю на одну удочку в зоне Нереста грозит административный штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Деньги серьезные. А посему государственные инспекторы рыбоохраны подходят своим обязанностям тоже очень серьезно. Специальный катер патрулирует акваторию Синиши. Наша съемочная группа напросилась в очередной рейк. Сразу отметим, ни один из нарушителей не был задержан или даже оштрафован. Инспекторы просто вели разъяснительную работу с рыбаками и отпустили всех с миром. Фишманы сматывали удочки. А мы отправились в обратный путь. Туда, где нас ждал человек, который нашел решение вопроса ловить или не ловить. То есть фактически получается, что рыбу ловить негде. Я как руководитель общественной организации Союза рыболов Синиш буду инициировать законодателю поправить эту норму. Потому что в не очень давних временах мы все помним, что на дамбах ловить можно было. А может и правда. Выделить несколько мест на нашем немаленьком озере для любителей рыбалки. И тогда, как говорится, и волки будут сыты, и овцы целы. Ведь ловить рыбу будут всегда. Да и не так много в наше время доступных способов отдыха душой и телом. Дмитрий Щетинин, Евгений Корнилов. Солнечногорское телевидение. Информационная программа «Наше время». В преддверии 69-й годовщины победы нашего народа в Великой Отечественной войне мы возобновляем серию репортажей о ее участниках – жителях Солнечногория. Сегодня герой рубрики «Победители» Дмитрий Сергеевич Простоквашин. Дмитрий Сергеевич Простоквашин родился 20 декабря 1921 года в Тверской области. До 19 лет работал в колхозе. Затем был призван в армию в танковую часть – 138-й танковый полк, который дислоцировался в Узбекистане. Оттуда в 1941 году его в составе танковой бригады перебросили на оборону Брянска. По прибытию в Брянск нас тоже порвали бомбировки немецких самолетов. Хорошо, конечно, обошлось без жертв. Но, однако, поступил сигнал, что десант высадился немецкий. Наш полк, значит, двинулся туда для уличежения. В дальнейшем 138-й танковый полк был расформирован, и Дмитрия Сергеевича направили для прохождения дальнейшей службы в Солнечногорск в учебный танковый полк Академии имени Сталина. Там ветеран проходил службу до ноября 1941 года. Академия Сталина была эвакуирована в город Ташкент и полк наш тоже. Полк десантировался в городе Черчике, Ташкентской области. Там я был отличник боевой и политической подготовки, ну, был Красноармией средовой. И меня направили учиться в танковый полк, то есть в танковое училище, которое десантировалось, Харьковское танковое училище средних танков. Он десантировался тоже там в Черчике. Танковое училище Дмитрий Сергеевич закончил за шесть месяцев, получил звание лейтенанта и вернулся в Солнечногорск. С ним месяц в 43-м году прибыл сюда обратно. Был я командиром танка, потом меня назначили инструктором вождения танка и стрельбы из него. Я обучал слушателей Академии. Готовил кадры для фронта. В 1947 году Простоквашин демобилизовался и продолжил свою службу в рядах советской милиции. Прибыл в отдел милиции и мне предложили участок. В участковом полномочном работал я шесть лет, потом на другие должности. И так дослужил я до 1977 года апреля месяца. И по болезни я год уже был, год в больнице находился. По болезни меня отправили в отставку. В милиции Дмитрий Сергеевич проработал 30 лет, 12 из которых в уголовном розыске. Конечно, опера – это сыск. Только сыском занимался. Доставлял свидетелей, следователей, доставлял преступников. Жена Дмитрия Сергеевича также работала в милиции. Они прожили вместе 55 лет. Семь лет назад Александра Петровна не стало, и ветеран остался один. Раньше по дому он все делал сам. С возрастом это становилось все труднее. К сегодняшнему дню у Дмитрия Сергеевича накопились проблемы с ремонтом дома. В двух местах течет труба, где заливал современчим гудроном. Сейчас протекает. Уже года два как не заливал. А во-вторых, хотя и крышу мне покрыли, это уже брат прокрыл мне крышу лет 10 назад, побольше. Здесь в ванной комнате тоже весь потолок течет. Брат Дмитрия Сергеевича живет далеко, и навещать ветерана может нечасто. Кто же поможет человеку, который практически всю свою жизнь отдал службе на благо Родины? Надеемся, что такие люди или организации найдутся. Оксана Федяшина, Владимир Киселев, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». Это все на сегодня. С материалами выпуска можно ознакомиться на интернет-сайте www.son.tv.ru Телефон нашей редакции 64 65 95. Звоните. Программа «Наше время» выходит в эфир по понедельникам, вторникам, средам и пятницам в 19.30, с повтором во вторник в среду, четверг и пятницу в 14.00 и в субботу в 9.30. Кроме этого, в субботу в 19.30, в воскресенье в 9.30 и в понедельник в 14.00 в эфире выпуск «Наше время. Итоги». Вас ждет впереди прогноз погоды, а я желаю вам всего доброго и удачи в наше время. Редактор субтитров А.Семкин